Тема, которая сегодня озвучила, назрела, так сказать, в Государственной Думе, а именно депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Андрей Гурулёв на федеральном телеканале зарядил мысль, от которой меня, честно говоря, немножко затрясло от злости. Рожать теперь россияне будут по команде, а эта команда уже дана, поэтому почему вы до сих пор делом-то не занимаетесь? Мы с вами слышали достаточно давно вот эту фразу «Победа России, команда Путина» или «Команда Путина, победа России». Люди, согласитесь, всегда так руками разводили. А кто это? Команда-то кто? Ну все там сразу про жуликов думали, про единорозиков, про министров-капиталистов. Но здесь выяснилось, что, оказывается, у фразы «Команда Путина, победа России» есть двойной смысл, что это не команда, типа, конгломерат каких-то людей, а это команда-установка с легкой руки господина Гурулёва. Собственно, там была, ну просто, очень дикая мысль и такая во многом бессвязная речь. Не знаю, то ли это уж состояние, в котором пребывал господин Гурулёв. Здесь сложно говорить, это вопрос к медикам, да. Но он начал рассуждать о том, что президент начал говорить, значит, про традиционные ценности и про то, что родина многодетной семьи и так далее. И, говорит, вопросиком таким вот наводящим, говорит, задачу как будешь выполнять на тему многодетных семей, да. Он говорит, у тебя отпуск-то есть, говорит, ты указ президента выполняешь, говорит, через 9 месяцев отчитаешься. То есть, никогда ребёнок будет известно, что ребёнок будет рождён, да, уже по факту, когда это событие произойдёт. И когда такие вещи в сегодняшнее непростое российское время звучат, сразу, с одной стороны, хочется посмеяться, сказать, ну что за глупость, там вышка жиловой власти, да. С другой стороны, напрягаешься, да, вполне возможно, что за подобной глупостью, как это часто бывает, будет следовать статья в административный, а может быть и уголовный кодекс. И за отказ выполнять подобные приказы потенциально статья саботаж, а почему нет, или вернулся из роддома без ребёнка через 9 месяцев, потенциально скажут, что это дезертирство или что-то подобное. В целом, я бы, знаете, что скажу, подобный подход, он не в одну предыдущую социально-экономическую формацию даже близко не наблюдался, даже к рабам и крепостным не было такого отношения. Ну, согласитесь, можно ли было заставить раба рожать? Мне кажется, маловероятно, да, работать на износ за копейки, но в данном случае под копейками не зарплата, а минимальный размер общественных благ, ну, в принципе, как и сегодня, люди работают за еду и за крышу над головой. И даже то, что они имеют, имеют в долг, то есть система не может обеспечить им даже рабский уровень существования, да, потому что в долгах все их на улицу периодически выкидывают за неуплаченные ипотеки. Так здесь в результате не просто рабы, а ещё и рожать по команде должны. Собственно, господин Гурулёв на протяжении, особенно последних лет, очень часто попадает в общественные софиты, резонанс по различным высказываниям. Он и не так давно был инициатором, предлагал уничтожать всех несогласных с Путиным, если помните. Следственный комитет или генпрокуратура, по-моему, давали свои заключения, никаких нарушений здесь не выявили. Ну, он предлагал 30 миллионов человек уничтожить, потому что они несогласны с президентом, с его курсом, с его политикой. Он не единожды высказывался насчёт второй волны мобилизации. Он говорил не так давно о измене Родины и расстрелах, соответственно, за такое деяние. Он выступал с инициативой отправлять безработных граждан, которые стоят на бирже, мобилизовывать их, отправлять их на Украину. Но и в целом подобные высказывания сейчас, как мы с вами слышим из многочисленных источников, они де-факто запрещены. Потому что до юра администрация президента, конечно, подобного сделать не может. Но фактически всем уровнем власти были установки вот этот предвыборный период вести себя максимально аккуратно, максимально тихо. Никаких непопулярных решений или каких-то спорных инициатив, громких заявлений, которые могли бы будоражить общественное сознание. Отодвинуть это всё на послемартовский период 2024 года. Почему? Потому что до выборов президента все эти вещи могут, напротив, обращать внимание граждан не на США, не на злого Байдена с Обамой, не на замерзающую Европу, а обращать внимание на тот беспредел, который творится в нашей стране. Поэтому позиция власти здесь вполне себе понятна. И то, что господин Гурулёв по-прежнему не лишён своего мандата и не отправлен на пенсию, я не знаю, что это будет для него означать. Но, насколько мы, опять же, читали из различных телеграм-каналов и выговоры, и предупреждения, и разговоры, ну вот видите, что такое злоупотребление вредными привычками или просто, как говорится, невозможность удержать в себе все эти предложения Лизаблюдские. Короче, вот такие вот интересные мысли на сегодняшний день. Собственно, анализируя то, что он сказал, конечно, речь идёт не о своих, не о Единой России, не о высоких представителях власти. Мы, в принципе, видели, да, как общие заявления, иной раз, да, к неопределённой такой разной группе относящиеся, как они, например, проявлялись во время QR-кодизации. Помните, когда говорили о прививках, о необходимости получения QR-кода, о том, как это удобно, как это важно, как это о безопасности и здоровье нашим власть заботится. И в тот момент, когда нужно было ширнуться этой, как это смесь называется, вакциной, вакциной, да, которую за миллиарды Голикова и им подобные разработали, выяснилось, что своих-то желающих нету, да, вроде говорили, нет, это будет обязательно, а как дошло до исполнения, обязательно это оказалось только для российских граждан. Такую же аналогию можно привести и с пересаживанием на российский АПТО. Вот сколько было разговоров на эту тему, президент Путин, различные руководители федеральных ведомств, госорганов власти, а ВОЗ и ныне там, никого не пересадили. А даже если где-то отдельные прецеденты есть, опять же, китайские автомобили за сумасшедшие деньги. На Ладу-Весту или на Ладу-Калину или на Ниву никто так и не пересел. Свои драгоценные зады должны быть в максимальном комфорте, максимальной безопасности. Собственно, очень интересно и даже вдохновляет попытка власти идти по той же проторенной дорожке и ожидать, что будет совершенно другой результат. Мы не так давно вот эту цитату Эйнштейна приводили о том, что это просто больные люди, они делают одно и то же действие, планируют разные получать итоги. Но это же просто недалеким нужно быть, чтобы на такое рассчитывать. Но здесь очевидно, что проблема вымирания страны, которую таким вот кардинальным образом Гурулев, Единая Россия, Госдума и так далее планируют разрешать, эта же проблема складывается из-за нищеты населения нашей страны. Когда они, в принципе, сами отдают отчет, что у большей части населения на себя-то денег нет, не то что на детишек, на подрастающие будущие поколения. Это их останавливает, и соцопросы, которые они заказывают и проводят, говорят о том, что, ну, как минимум, почти половина российских граждан официально причины, почему они не заводят детей, называют материальные трудности. Но и вот эти другие опросы о том, что каждый десятый гражданин вообще не планирует заводить в этой жизни детей. Настолько сумасшедшая людоедская политика власти, что фактически ломают хребет природе человека. И вот, несмотря на эти очевидные вещи, они не собираются улучшать благосостояние российского общества. Они знают, что люди живут в нищете, и возможность есть богатство страны, бесконечные, безграничные, 40% мировых богатств природных ресурсов. Никто ни с кем делиться не планирует, в приказном порядке планирует решать эту проблему. Но очевидно, что никакого положительного результата это дело не разумеет, даже если внесут подобные поправки в административный или уголовный кодекс. Когда мы слышим, и в принципе обсуждали с вами в оперативном режиме вот эту риторику Росстата, его прогнозы до 2030 года о сокращении населения страны, минимум на 500 тысяч человек в год, и это, подчеркиваю, оптимистичный сценарий. Там есть средний сценарий, да, и негативный. Там в полтора, в два раза больше эти цифры, более чудовищные и пугающие, да. Но никто не собирается реально с этим делом бороться. И можно было бы предположить, потому что, ну, власть просто не знает как, да. С другой стороны, ну сколько они уже, 20 с лишним лет, опыта дофига, возможностей дофига, каких-то административных ресурсов или возможностей, закрепленных в законодательстве, да безграничные, просто бесконечные полномочия и власть, да. Но, тем не менее, почему же тогда они об этом говорят, да. Кто-то скажет, Коль, ну вот ты так говоришь, что им безразлично, что они наплевать абсолютно хотели на будущее страны. А зачем же они такое говорят? Ну, очевидно же, да, потому что сейчас предвыборный период, сейчас такое время, что нужно показать озадаченность этой власти, нужно показать заботу собственным гражданам, да, заботу, что власть знает об этих проблемах, власть эту проблему действительно ставит на передовой и самый приоритетный, значит, уровень и будет эту задачу решать. Тема вымирания страны, ну, очевидно, тема очень волнующая, да, несмотря на то, что у населения отбили желание интересоваться политикой, большая часть граждан все-таки страну свою любит, это очевидно, да, и, ну, только абсолютно безрассудный человек, учитывая вот такие факты, может сказать, да и плевать мне, что она вымирает. Конечно, весомая часть граждан, да, абсолютное большинство, да, наверное, любой сознательный гражданин, ну, как-то с болью в сердце подобные новости будет оценивать и говорить о том, что, ну, это очень плохо, нужно что-то делать, куда же смотрит власть. И тут аккуратненько заходит власть и говорит, ребята, мы как раз с этим делом боремся. Ну, вроде как, да, запрет на какие-то такие резкие высказывания, но, с другой стороны, ну, а как еще власти, учитывая, что она деградирует последние 20 с лишним лет, вот это свое нутро, это общественное пространство информационное выложить, да, так, как умеют, а по-другому других, как говорится, нету в этой шеренге, в этой когорте, поэтому в очередной и очередной раз создают эту видимость работы, эту заинтересованность общими проблемами, и, ну, очевидно, никаких результатов это не принесет. Что касается темы вымирания страны, замещения населения и сопутствующих проблем, которые с этим возникают, завтра у нас с утра выйдет очень содержательный материал, очень яркие кадры, очень громкие события, да, которые показывают итоги той политики, которую они на самом деле проводят. Не на словах вот эти вот заявления, демография, рождаемость и, значит, вперед, решение проблем, а реальную позицию, реальную политику, которую они проводят, да, завтра с утра на эту тему выйдет материал, очень попрошу вас, друзья, чтобы вы помогли в распространении подобного контента, а так, друзья, собственно, других аргументов у этой системы нету, и, понимая, что люди хотели бы слышать какой-то образ будущего, какой-то конкретный путь, как вывести страну из этого кризиса, в том числе демографической ямы, единственное, что остается, это просто лепить эту отсебятину, а потом надеяться, что общество это не услышит. Эти слова были сказаны на передаче федерального телеканала «Воскресный вечер» с Владимиром Соловьем, по-моему, если не ошибаюсь, так эта передача называется, и это, конечно, просто трошняк, потому что аудитория у федеральных телеканалов — это миллионы и миллионы российских граждан. Услышав такое, люди, которые разуверились, которые потеряли надежду, конечно, еще сильнее в это уныние, собственно, опустятся, в первую очередь, потому что вот этот силовой, ультимативный или какой-то такой резкий сценарий, он никак нашу страну, на самом деле, к светлому не поведет. Напротив, люди еще сильнее замкнутся в себе, а власти это, собственно, выгодно, власти этому только поаплодируют.